Как вы все знаете, Советский Союз активно продвигал равенство. Но как только немцы начали вторгаться на советскую территорию, и вроде бы все должны отправиться защищать свою родину. Ведь равенство же. Но на фронт отправлялись далеко не все народы. Причем это была инициатива самого Сталина. Именно он приказал не отправлять некоторые народы Советского Союза на фронт. Друзья, сегодня вы узнаете, какие народы Сталин решил не отправлять на фронт, и почему он их туда не отправлял. А перед началом ролика я хочу попросить вас досмотреть это видео до конца и подписаться на канал, кто еще не подписан. А если видео понравится, то не забудьте поставить лайк. Ведь только благодаря вашей активности есть вероятность, что об этой теме узнает как можно больше людей. Спасибо. Первые, кому Сталин запретил отправляться на фронт, это русские немцы. Несмотря на то, что еще со времен Екатерины II они жили в Поволжье, Иосиф Виссарионович опасался, что они могут перейти на сторону Германии. Даже не то, что перейти, а вернуться к своим национальным корням. В Советском Союзе проживало достаточно много иностранцев, среди которых оказались и потомки тех стран, которые присоединились к Гитлеру. Румыны, греки, японцы, болгары. Никого из них не отправляли на фронт. Думаете, они прохлаждались и ничего не делали? Хм, как бы не так. Сталин отправил их в тыл, где они усердно работали. Скажем больше, Иосиф Виссарионович ради такого их даже начал переселять. Но дальше тыла они не уходили. А вот с поляками было все совсем по-другому. Из них собрали отдельную армию. Сталин считал, что Гитлер поработил их родину, поэтому они захотят отомстить немцам. Что касается народов Крайнего Севера, среди которых Чукчи, Эвенки, Ханты, Манси, Алтайцы, частично Буряты и прочие, то их в армию не призывали до 1939 года. Считалось, что они достаточно плохо владеют русским языком, поэтому ими неудобно будет командовать. Да и они такой народ, который любит свободу. Вряд ли для них слово командира стало бы главным. Но война может объединить даже те народы, на которые не рассчитываешь. Так в 1942 и 1943 годах большинство северных охотников решили пойти на фронт. А как вы знаете, охотники из народов Крайнего Севера просто великолепные. И главное их преимущество – меткость. Поэтому они пошли в снайперы, где и показали себя с наилучшей стороны. Также они использовали оленья и собачьи упряжки в качестве транспорта. Народы из Средней Азии также не призывались на фронт, среди которых казахи, киргизы и узбеки. Да, некоторые из них так или иначе попадали на фронт и показали себя с наилучшей стороны. Но, как правило, это было более старшее поколение, которое имело боевой опыт. А вот что касается молодых парней, то их считали неподготовленными. С горцами также все было сложно. Чеченцев и ингушей опасались, так как среди этих народов было много тех, кто саботировал советский призыв. Историки заявляют, что на юге в горах они были зажиточным народом. И им было без разницы, под чьим влиянием быть. Самое главное – это сохранить все свое имущество. От призыва в армию горцы прятались в горах, где и объединялись в банды. Поэтому с 43-го года в армию их призывать перестали. Даже сейчас вы вряд ли встретите чеченцев в российской армии. А если и встретите, то это будет больше исключением из правил, чем само правило. Есть мнение, что крымские татары также помогали немцам. Однако мнения историков по этому поводу расходятся. Но все же на Кавказе были народности, которые героически сражались за Советский Союз. Среди которых армяне, азербайджанцы и грузины. А как вы знаете, на Кавказе шли серьезные бои. Немцы всеми силами рвались к кавказским нефтяным вышкам. И именно джигиты показали себя с наилучшей стороны. В военное время дисциплина является неотъемлемой частью. И как вы могли заметить, Сталин не отправлял на фронт те народы, с которыми могли бы возникнуть проблемы, нарушив все возможные правила и устои. Также некоторые историки выдвигают версию о том, что Иосиф Виссарионович пытался оставить малые национальности в целости и невредимости. Возможно, эта версия имеет место быть. Но на войне, скорее всего, было не до этого. Но все же те, кого не призывали на фронт, становились добровольцами, партизанами и отважными тружениками тыла. В общем и целом, каждый внес свой вклад в победу над фашизмом. Если бы не такая сплоченность, вряд ли бы что-то получилось. Поэтому, друзья, давайте не будем забывать тех, благодаря кому над нашими головами теперь мирное небо. Будем их благодарить и вспоминать не только 9 мая, а все 365 дней в году. Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны. Друзья, как вы считаете, какие народы не призывали на фронт во время Великой Отечественной войны? Может, вы еще знаете о каких-то народах? Напишите свое мнение в комментариях. Будет очень интересно почитать вашу точку зрения. А если видео понравилось, то не забудьте поставить лайк и поделитесь этим видеороликом с друзьями. Спасибо за просмотр. Счастья, удачи и до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok